Всем привет! Я нахожусь сейчас в городе Краснодар. Сегодня Алена Робина Гудина, Алена Погребняк, новый ник её канала, делает встречу со своими подписчиками. И мне очень захотелось попасть на эту встречу. Конечно, расстояние у меня немножко не маленькое, 300 километров практически. Прекрасно преодолела это расстояние. Думаю, что на обратном пути мне тоже всё будет, в общем-то, быстро и довольно-таки комфортно, без пробок и без ничего. Не знаю, что будет, вообще никогда в жизни не была ни на каких встречах с блогерами. И вообще не знаю, в каком это формате проходит. Видела на видео, как это происходит. Ну, в общем, сейчас побываю сама. Буду уже теперь точно знать, каким образом проходят такие встречи. На сходке Кати Клэп я была, я привозила своего ребёнка именно сюда, в Краснодар. Но это была, конечно, не сходка, это было конкретное безобразие. И дети, в общем-то, ту самую Катю Клэп практически не видели. И это было, конечно, одно название, что это была сходка. Вот здесь, я думаю, что будет всё абсолютно по-другому. Всё будет совсем не так, как на сходке блогера с подростками. Здесь всё-таки собираются взрослые женщины. Поглядываю всё время на вход. Вообще приехала рано. Думаю, что пойду сейчас немножко погуляю. У меня ещё целых час 15. Я могу погулять до того, как начнётся встреча. И могу посмотреть немножко на Краснодар. Хочу сказать, что я в Краснодаре была в прошлом году, была два года назад и до этого была три года назад. Сегодня я, ну, как мне показалось, проехала практически весь Краснодар. Как он изменился? Боже мой, он стал такой какой-то другой. И он меняется, и новостройки какие-то, и дороги совсем другие, и как-то украшается город. Я приехала сюда вот в таком вот, в чистом виде. Утром нанесла просто уходовое средство и приехала сюда. С собой я взяла целую косметичку. Сейчас я немножечко накрашусь, приведу себя в порядок. И пойду прогуляюсь. Я так понимаю, что я нахожусь где-то рядом с улицей Красной. Сейчас посмотрю. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, я нахожусь на улице Красноармейская. И как-то вот я сюда ехала и показывала мне всё время, что улица Красная. То ли впереди, то ли где-то в параллели. Я не совсем поняла. В общем, сейчас посмотрю. Ну, нет, значит, просто здесь где-то погуляю. Чего особенного не брала? Брала тут вот. Кстати, девчонки, купила я себе вот эту вот порнографию Тангл Тирзера. Это какой-то ужас вообще. Я не знаю. Это вот... Ну, абсолютно мне не понравилось. Какая-то абсолютная ерундовина с морковиной. Наносить своего любимку-фаворита Шеседой Буки. Это средство, основа, серум под макияж. Либо последняя ступень ухода за вашей кожей. Я использую как основа под макияж. Причём, очень мне понравилось использовать как основу под макияж. Даже под пудру. Без всяких применений тональных средств. Просто под пудру. Мне очень понравилось использовать это средство. Вот. И покажу вам сразу второго фаворита, который у меня теперь фаворит. фаворитович. Вот такое вот парфюмерная вот такая вода. Зара. Ден де Леон. Запах какой-то неимоверный. Очень нежный, очень приятный. Летний, что самое главное. Вот. Ну, в общем, быстренько показала вам фаворитов. Сейчас я приведу себя в порядок и увидимся. Про книгу. Так, сейчас, в общем, расскажу, в чём, вообще, как это всё начиналось, да, про мою книгу. На самом деле, я никогда не думала писать книгу. Но, в общем, все издательства, они преследуют главную цель получения прибыли. И вот, видимо, кто-то из сотрудников наткнулся на мои долгие демагогические видео. Подумали, что раз кто-то смотрит, значит, в принципе, если я напишу книгу, тоже это может быть кому-то интересно. И они мне предложили, причём даже полностью за мной. Вам там по ушам не бьёт? Нет, нормально. Ну, полностью за мной ставили вариант выбора темы. То есть, среди предложений было там про мотивацию, не знаю, как похудеть. Типа, да. История человека, который всю жизнь пытается. Вот. И у него ничего не получается. Но я об этом напишу книгу, конечно. Ну, в общем, что ещё? Я сама предложила написать о блогерстве. Если честно, я думаю, что, скорее всего, людям, которые от этого далеки, она не сильно интересна будет. Потому что там очень много подноготных всяких моих наблюдений. Что касается просмотров, ну, как бы развития канала. Потому что у меня канал развивается скачкообразно. То есть, 5 лет в упадке, 2 дня. Вот так. Потом опять. И, как бы, ну, в общем, мне интересно было закономерности какие-то выявить, которые помогают вот подольше находиться наверху и поменьше внизу. Ну, например, да, у меня там бывают за месяц какие-то показатели, например, это прирост подписчиков, не знаю, 2 тысячи в месяц. И был месяц, когда у меня 40 тысяч было. Это когда я снимала видео про роды. У меня, примерно, так обновлялось страницу. Короче, там вообще я такая... Все скорее смотрите. Ну, вообще, с тех пор, правда, давно я такого не видела. Но вообще это довольно интересная тема. Тем более каждый человек, он потенциально тоже может быть заинтересован в том, чтобы развивать там свои соцсети. И, может, каждый, ну, ладно, не каждый, но многие, наверное, в глубине души задумывались над тем, чтобы тоже создать свой канал. Особенно, когда видишь, как некоторым блогерам на голову сваливается огромное счастье в виде там, не знаю, поездок, каких-то, вот, там всяких, ну, брендовых подарков, вот, что там еще, всяких промо, супер-купер наборов, люксовых. Ну, короче, долго могу перечислять, но это может, видите, слезы, поэтому... Ну, вот так, когда насмотришься, думаешь, а почему бы и нет, вот, там, мнения про... У кого-нибудь были такие идеи? Да? А, ну, не думаете, вот, реально реализовать? Да? А, создали свой канал? Да, да, ну... Понятно, ну, как-то грустно звучит. Понятно. А кто-нибудь есть такой, кто думает, вот, реально, что может быть, тоже создать свой канал? Нет? Ну, вообще, из-за ряда, на самом деле, если есть желание, я такая, что почему бы не попробовать? Вот, потому что вы ничего не теряете, по большому счету, ну, там, может, пять минут позора, когда кто-то из России узнает, но у меня, я ничего нормального этого пережила, даже, помню, на работу пришла, все вместо того, чтобы работать, сидели мои видео смотрели, причем, это было видео, короче, жидкое, такое, майонез на волосах, там. Ну, я реально прочитала, что майонез это лучшая маска для волос, и рассказывала. И у меня такая превьюха еще была, где я там, ем майонез, что-то, я вот так вот, измазавшись, думала же, как уже поднять просмотры, вот, и я захожу, и там вот эта заставка огромная, где я майонез, и все прилипли к экрану, смотрят, но они все так, я испугалась, когда я это увидела, они испугались, когда я увидела, вот, но ничего, зато, а теперь оказалось, что родственники многих моих бывших коллег, что ли, крите, и многие уводились уже, короче, до сих пор смотрят мои видео, там, реально, чьи-то дети смотрят, там, друзья, братья, сестры, вот такие дела, так что со временем, в принципе, это ничего плохим не обернулось, так что, если, там, будете планировать, то узнаете, у меня на канале есть плейлист, где я раздаю советы, все видели, вот, там, ну, начинается все начать, ла-ла-ла, ну, вообще, если честно, это такая, здрасте, привет, вообще, если честно, это такая, ну, очень интересная работа, развитие каналов, потому что просто снимать, на самом деле, ну, не так-то сложно, а вот морочиться так, чтобы выявлять какие-то закономерности, которые дают результат, это вот, ну, реально очень интересный класс, потому что ты видишь, что у кого-то получается, привет, развить канал в какой-то крутой проект, ну, соответственно, если у тебя получается хуже, сразу, ну, думаешь, а что я не так делаю, что можно, ну, короче, вот, интересно, Азар только просыпается, главное, не слишком серьезно к этому относиться, ну, там, не редать, что вот кто-то успешнее, как я, ну, вот, именно думать, а что я могу изменить, чтобы там получился другой результат, вот, и на самом деле, возможно, вот этот постоянный выход из зоны комфорта, и то, что все не идет слишком просто и гладко, это как раз стимулирует и не дает закиснуть, как бы, если бы все было супер-пупер, то уже, возможно, через пару лет надоело бы, а так тебя постоянно, малейший расслабон тебя уже обогнали, перегнали, все про тебя забыли, и ты постоянно вынужден что-то придумала для того, чтобы, как бы, находиться, ну, как-то на видном месте, где-нибудь там кричать сзади, и говорить, да, я тут, вот, чтобы кто-то тебя слышал. Ну, вот так, так что, если будут вопросы, пишите мне на-на-на-на, постараюсь помочь. Короче говоря, мои хорошие, у нас сегодня практически автовлог. Я уже выехала из города Краснодар, сейчас я остановилась, чтобы снять салфетками с себя макияж с глаз, потому как чувствую, что не выдержу по дороге, уже начинают резать глаза. Вот, что по поводу встречи. Вообще, я переживала вообще, честно скажу, я переживала, я не знала, как себя вести на таких мероприятиях. Когда пришла Алёнка, я увидела, что переживает Алёна. Я считаю, что людей было маловато, ну, около 20 человек для Алёнкиного-то, собственно, размаха. Вот, но сказать, что никто не пришёл, тоже нельзя. То есть, ну, в принципе, было всё как-то нормально, было, не было этой толпы, всё было как-то вот по-душевному, как-то задавали все вопросы, сколько кто хотел, как хотели. Вот, в общем, Алёнка настоящая, Алёнка какая в видео, такая она и в жизни на самом деле. Нравится она мне по видео, теперь она мне нравится ещё больше. В общем, очень приятная девочка, очень грамотная в общении, очень она такая адекватная, адекватно отвечает на все вопросы, честная, открытая. В общем, мне понравилось безумно. Ни капельки не жалею, что я приехала сюда. Всё мне безумно понравилось, всё было очень классно. Я очень рада, что посетила это мероприятие. И думаю, что это было не последнее мероприятие, на котором я увиделась с Алёнкой. Буду, конечно, очень рада и счастлива, если мы с ней ещё раз увидимся и встретимся. Вот, ну, а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были со мной. И всем пока-пока. Продолжение следует...